Так, Вичи Гейнг против Натус Винцер У Натус Винцер был очень хороший пик В нем было все И Висп Который хорошо летал И с тем же антимагом он мог делать С тем же дазлом он мог делать фантастические связки Это что-то из серии Прыгает антимаг, сражается Сражается, сражается, получает грейв У него мало хп Висп увозит на фонтан Антимаг отхиливается и возвращается в драку И у тебя почти 2,5 антимага в драке Потому что там потом он еще грейв получит Ну, хорошая вещь, ВГ лидирует Ну, просто игра будет полная Куча трешака Там будут закидывать как одни и вторые Но там будут интересные моменты Видите, игра ровная Одни спидпушат, вторые спидпушат В общем, из-за того, что есть два тавара Есть вот тавар снизу И есть тавар сверху Вичи Гейминг заберут максимум одну сторону А потом будут вынуждены отходить То есть Кар может сбить шариком Хотя дело рисковое Лина тоже может сбить Но она вообще снизу В общем, кто угодно может сбить тп И если у вас пойдет размен То вы как минимум разменяйтесь один в один Это очень хороший мов от нави Просто не очень хороший мов Смотрим, что происходит Смотрим, что происходит Начинают бить Тпшится Лина Вот, она идет сбивать Сейчас, тут начинается имитация сражения Можно вообще Луну забрать, Лол Саганёв на квапе, не хотел, видимо, дать сделать релокейт. И он погибает вообще ни за что. То есть он просто прыгнул и нафидел. Вот, просто прыгнул. Он говорит Нави, мне жалко вас, давайте по старой дружбе, я вам помогу. Ну ладно. Умирает. Мы тогда еще, вся студия аналитики, естественно, радовался Сайсу. Хвост показал турбо скилл. Редклик, рейклик убил. А в это время, каким-то магическим образом, я не знаю, почему убегают Вичи Гейминг и почему Нави нападают. Нет, ну почему убегает Вичи Гейминг, можно понять, что все-таки базу снесут, надо как-то дефать. А вот почему нападают Нави, это не совсем ясно. Ребят, зачем врываться-то? Ну, зачем вы пошли? Куда вы пошли, ау? Вот, смотрите, вот четыре героя. Вот четыре героя. Даже если вы на них нападете, они вас убьют. Вот вы на них нападаете, они вас убивают, потом у него уступят базу. Причем, если вы все уберете, они вам и трон могут снести. Тут много ДПС. В итоге вот, смотрите, дайте ток боя. В итоге нападают, Лину отдают ни за что. Остается артстайл у него из Гейминг. Фаник молодец, то что ушел. Квапа приходит, решила подопейстить антимага. Интересное занятие от СССР. Очень полезное действие. И вот Нави достигли желаемого. Они отдали Лину, отдали Даззла, еще, по-моему, отдают бараки. Не понимаю, супер, он бегает. То есть сюда просто стой, бейбаузу, че ты стоишь. И Сенейка уйдет. Да, Сенейка в этой игре божил на Виспе. Ну, все нормально. Вопрос, че туда вообще Вич и Гейминг шли сюда. Могли спокойно развернуться и уйти. Ну, неважно. И вот они опять Нави идут. Опять идет Дэнди, опять идет Фаник. И влетает Висп. Интересный мув от Виспа. Я не знаю, это нормально. Но Нави пошли и отдались. Я не знаю, что на них нашел. Потрясающий сейф от Сенейка, но Фаник не говорит. Я вот не знаю, что сейчас Нави делали. Они ничего не выиграли этим игром. Вообще ничего. Я не знаю, что ими движет в команде. Когда я с ним играл, они такого бреда не делали. Ну, такого явного бреда. Объясните мне одно логическое объяснение вообще. Одно логическое объяснение. Нажимаешь на Ф2. Просто пять типов. Просто нажимаешь на Ф2. Пять типов. Вот бегут типы вместе. Сэф, Шейкер, там Руби где-то рядом. И луна может подойти. Вон он. И вы врываетесь. Давай! Давай на Сэфа! Давай, нападай на него! У него 1400 хп мека. Давай, посражаемся. Ну же! Убивай! Вот, отличный унитет Сэйса. Продолжает закидывать. Вот. И отдали Фаник. Давай дадим Фаник. А, давай. Давай дадим, а потом набреем. Я, шутки-шутками так вот в этом этот план мог и быть. И в итоге минус Дазл, минус Ускар, минус Лина, Лина байбэкнулась и все это на один несчастный рейнджовый барак. Ну, это уже как-то вот странно. То есть уже сама по себе игра немножко странная. Вот Хвост даже, видите, он фармит грифов. А нам просто идут драться. Вот. Хвост понял, что надо бежать сразу. Вообще. Ни в коем случае. А Деника снова забрали. То есть, а Дани игра вообще непонятная. Что творит Даня в этой игре непонятно. Понятно, что все можем пойти на мид, хорошо размиквить, но по макро, вот вы видите, наши ребята проигрывают чистая макро. То есть, что Эмпайр, что Виртузаж, что УДЖД все проиграли исключительно за счет стратегии, тактики и тиммувинга по карте. А Вичи Гейминг... А Вичи Гейминг вообще ничего не сделали суперсверхъестественного. Они просто фармили свой лес. Втроем, втроем, вчетвером. Они фармили свой лес и ничего больше. Что еще сделал Вичи Гейминг? Они убегали вот отсюда, они бежали в пятером и все, они бежали в пятером и казалось бы, все хорошо, но Нави напали. Они вот отсюда бежали вот сюда, вчетвером и казалось бы, тоже все хорошо. Вы снесли барак, замечательно. Если сайс там ультами попадает по антимагам с виспами и... и в итоге победа, вы... Нави выигрывают. Но Нави нет, как старые добрые. Просто кур взял и до конца. Ребята, вопрос только где-то от Айдхантера. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, что все-таки произошло. Вот, паника, паника взяли, да, тут, короче, Тускаром уже все, Тускар тут уже, не знаю, даже Сигиль уже не поможет. Сигиль там его тут просто тычка и падает моментально. Вот, напали на него, его убили. Самое страшное, когда Лунау вот так вот бьет базу, потому что Дэнди, который вроде бы и бегает, да, ему уже отнесло полстолба. Нападает на Эфая, который просто каким-то образом забрал Грейп, лол, что он Грейп забрал? Вы че смеетесь? Он Грейп забрал! Обалдеть. Реально Рубик тащит как-то им. Вот, вот, он Луна, который не боится. Санейка, прыгает хвост. Это, это, и хвост, ага, и хвост отменил, я понял. Хвост еще и отменил в последний момент тычку. Он, ну, хотел сэкономить. Его можно понять, он, я думаю, все поверили в то, что ФВА умрет. Нормально, да, Виспа? Смотрите на Виспа. Простите, я просто сейчас покажу. Смотрите просто на Виспа, что с ним произошло. Сейчас, его просто СФ убил за одну тычку, это вообще лол. Ну да, он может его убить за одну тычку. Вот, смотрите, подходит Висп до мест. Вот, смотрите, пах, и нет. А вот, ну, да, засырился агроевом. Саша потом понял, что его надо добить. А вот и бьют антимага. Ну, в такой стадии игры монобрейк уже слабо работает. Зарвать ульту очень тяжело. Там все, там у всех очень много хп. Ну, разве что, блинк мобильность, но не сильно решает. Он просто бегает по драке. Давайте посмотрим драку от лица Дэнди. Что вообще было за всю эту драку? Я просто только сейчас обратил внимание. Он полетает. Все, поехали. Стоим. Стоим. Даем стан. Луна жмет БКБ, разведенный БКБ. Получаем по лицу. Еще ни одной тычки не сделали. Отдает бим. Все же, едим сыр. Ну, сыр это более-менее круто. Там что-то началась драка. Хвост кого-то бьет. Даня что-то машет ручками. Станет иллюзией. Бегает дальше с артстампом. Хвост там уже подрался. Тускар выкупился. Вис выкупился. Хвост уже бежит. Красный. Даня. Данила. Данила. Супамида. И вот Даня катится на линии. Понимает, что пора убивать СФа. И СФ. Ну, вот это то, что я говорил, когда СФ хорош. Вот можно было все это пораньше сделать. Я не знаю, чего Даня ждал, но мог пораньше все это сделать. Мог, не знаю, кого угодно дать. Лагуну, в луну дай. Шенкеры, там, не знаю, с другой стороны зайдем. Вот драка с глазами линии. Просто перевернули. Ну, ладно. Да, короче, вывод по игре и флай бог. Na'Vi нужно играть не спидпушем, явно Na'Vi нужно играть вот гирокоптерами и СФами, как это делали LGD против Virtus.pro. Тогда все у Na'Vi получится со спидпушем. Они держали игру в своей руке, но они ее сами отдали. Своими фидами во многих моментах. Шансов было миллион выиграть, но... Точнее, шансов было не миллион, игра с каждым разом становится все сложнее и сложнее, но подлови ты Vichy Gaming на любые ошибки и ты бы выиграл. Они могли. No way. Просто away. Жаль только Фанника. Фанник бегал на тускаре, он что-то бегал, спидпушил, старался загангать, старался сделать много чего полезного, но из-за того, что Vichy Gaming всю игру бегали в пятером, всю игру в игру Vichy Gaming бегали в пятером, ты не можешь на них напасть, ты не можешь с ними подраться, ты вообще, ты можешь только фармить, наверное, вместе с Фанникой я бы Медас тарил вообще нише, ну, если ты понимал, что так будет такая игра, я бы тарил все Медас и давайте пофармим, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok